Ну ладно. О, а я тогда не Галич. Но похуже. Ладно, Галич. Кочетков, Кочетков, но он как бы цитилизация чистой воды под Галич, поэтому я считаю, что я и тебе, и себе потратил. Так бы жил, себе и жил, шпарил глюка, шашки б с Блюманом играл, воскресенье. Носу два, брат, не инжир и не брюква. Приготовила мне, брат, потрясение. Тридцать лет я, как индук на насестье, за музыку заплатил геморроем. Был тринадцатой скрипкой в оркестре, сводном имени защитников трое. Дирижер наш Лев Абрамович Хаем в свои восемьдесят два похода с гаком. Два инфаркта проличь, а махает, а махает, что сигнальщик на баке. Не, ну, в общем, все у нас, кто Кац, а кто Гурвиц, все от первой скрипки и до Литавры. И один я, как индюк среди пулиц, и один я, Хабибуллин, татарин. Но с таким оркестром ясно гастроли. То в кашири, то в колунии играли. Не, правда, были позапрошлой весною мы на юге Красноярского края. А вернулись, и вот тебе номер. Дирижер наш, что наидишь, то матом. Я по ихному не звука, но понял. Приглашаю наш оркестр в Улан-Батор. И какие там монгола татары? Тут такая поднялась свистопляска. Все от первой скрипки до Литавры как чумные разбежались по ЗАГСам. Кто женился, кто развелся, кто шустро взял фамилию кузины и струны. За неделю весь оркестр стал русским. И остался я один. Хабибуллин. Ну, подходит время нашей гастроли. Не, ну понятно, референты из Гука. Кабинет по одному они строили. Улан-Батор, блин, серьезная штука. Все прошли у референта беседу. Все аркировые скрипки и он дальтистки. Не, ну конечно, как всегда. Я последний. Не, ну что бояться. Я же даже не крымский. Но разговор на два часа не короче. А в конце мне говорят, извините, оказалось, муж сестры деда-тещи в 33-м залетел вытрезвить. И говорят мне, это ж хуже кранолы. Ведь порядочность, вот в чем наша ценность. А что подумают, представьте, монголы, если выклубиться и факт на поверхности. Так бы жил себе и жил. Ради Бога. А теперь куда деваться? Не знаю. Мне теперь лишь вытрезвитель дорога. Кто последний? А татар принимают. Спасибо большое.